Чего почти что не было. Потом как-то улетает. Корабль улетел, а огонь остался. Офигеть. Какой бывает, наверное. Да нет, такого не должно быть. Так уже нормально выглядит. Я еще лучше придумал. Какой будет настолько сильным, насколько быстро движется корабль. Как ты до этого додумался? Так вот. Нет, просмотры все идут, идут, приходят американцы, не понимают, на кого они уходят. Хотя не так много просмотров прибавилось. Так-то аж целых восемь. Вам не шуточки. Я на Mail.ru потешится. Maxilius now following you. Второй раз. Отлично. Я это и хотел увидеть, вообще-то у меня спечатанный конверт с Maxilius'ом. На самом деле хотел. Да. Потал его. До свидания. Так я вместо ОП написал. Вот это гений. Стой. Кто-то мне на телефон догадался позвонить. Нет, я понятия не знаю. И что это некит? Да вообще, Никит, а как это делать, понимаешь? Да понятия не могу уже. Это такое. Я говорю, ты... Я знаю не больше, чем ты. Используй Кост 1С. Придёшь домой, погугли 1С. Там... Там есть онлайн базы. Платный скачаешь, взломанный. Проблема тоже мне. И точеные. Ладно, ладно. Хорошо. Попробовать не видишь? Что я знаю? Ещё и контролиру присобачить? Нифига. Ещё в этот... Как его? И очки ещё выткнуть его. Вообще, чтобы не было. Что-то хозереки. Такого... Ты лёшь домой побазарим. Тут даже говорить нечего. Откуда я могу знать некит? Смотреть надо. Я понятия не... Откуда я могу знать. Я не знаю, какую технологию использовать. Я не знаю, какое приложение тебе в целом нужно. Поэтому приедем. Да, мы приедешь домой и побазарим. Ты макер. Вообще офигеть. Ладно, всё. Какой-то падлый мудак. Чё он говорит? Зачем он не знаю? Как он сам думаешь? Что он думаешь, он говорит? Ну, бизнес какой-нибудь. Он хочет, чтобы я разработал на гейммейкере приложение, которое синхронизирует календари на двух компах. И чтобы потом можно было делать с телефона. Вот так вот. Что, ты ставишь крестик, мол? Где-нибудь? Ну, вот у тебя есть типа комп. Ты там ставишь крестик на 22-ое. И на втором компе показывает, что на 22-ое стоит крестик. Вот так вот. Ничего интересного, да, он придумал? Очень интересный. Вот именно. Так. Сейчас посмотрим, такой вот. Это вот сюда. Ставь. Вот так вот. Знаешь что? Что? Меня удивляют, что мы и четыре зрителя на канале. Куда так много? Почему так стабильно? Ты сколько хотел? Быстрее так стабильно ничего не держится. Вот так вот. Кор allowance. До встречи. на нем получается неживым делать его живым надо вдохнуть в него жизнь да вверх надо его на случайное количество координат пихнуть 20 минус 10 на 10 здание пенек скал так вот так ну уже как то более убедительно что ли а еще одна плюшка дирекшн плюс кандом сейчас мы сделаем чтоб он крутился еще влево вправо вот это будет вообще просто фейверк фейверк стоит стоит это салют салют пионера так что мы изменили и тут изменим так теперь будет просто как настоящий огонь будет или нет или нет что-то непонятно есть еще одна придумка блин как много у меня придумок с этими сраными огнями да и 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 вау теперь кораблик какает красными полосочками движущийся паин можно рисовать что-нибудь на дороге если тебе нравится вот в этом и вопрос о это они остаются это уже интересно что это пакость остается так не должно быть значит дергается я заметил что корабль рисует рисунок с одинаковым промежутком ладно это говно какое-то короче так не должно быть мне тебе решить что должно быть а что нет понятно нах кола один минус аймэдж альфа аймэдж альфа равно 1 то платный дик чёрт я не буду реализовывать эту задумку буду надо еще покорять немножко один человек ушел ну и ну а а но я не понимаю почему так происходит честно говоря Добавил цвет покраски, а он вместо этого хочет считать. Хорошего здоровья, долгих лет. Так. Добавил субтитры DimaTorzok Так, сейчас он будет... Черт побери, я зациклился просто на этом огоньке. Черт побери, я зациклился. Добавил субтитры DimaTorzok 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 Тут меняется Почему один огонь ведет себя хорошо А другой как падла Когда я рулю вправо Вправо, на D нажимаю Все будет хорошо Когда я нажимаю A А на A все плохо Понятно почему так Когда я нажимаю на A Остается огонек Роган Что же с ним не так Формула расчета траектории у него такая же Что должно быть точно так же А я понял почему У жопушника сбились ориентиры Должно быть минус 6 Вот теперь все должно быть хорошо Хорошо Теперь следовало бы еще добавить каких-то эффектов. Ну ладно, нафиг, хватит. Хватит, что эффектов. Сделать пульку. Пульку. Затемнение какое-то. Так как неинтересно как, то я его делать-то и не стану. Что-то приходил. Что-то не приходил. Зажигать? Катуа. Катуа не приходил. А что больше не общается с тобой? Сняла, что я бандит и негодяй. Я это поняла сразу после того, как я устроил розыгрыш и гласил ее на него. Продолжение следует... 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 Прогнали стрелять... Продолжение следует... 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 я не буду это читать там у него написано купил я пабли команда 20 мобил с продажей так ладно так ладно надо делать пульку ду 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 действительно не надо так дудить такс какой такс такс и немецкий такс таксовое проклятие нет такс 15 поделать с этим я не знаю как мне заставить его вылететь позже положенного я просто хочу чтобы она оказалась немножко в другом месте изначально изначально изначали горизонтал спит горизонтал спит а мы назначим горизонтал спит столько то по секунду сразу немножко меньше сделаем т м горизонтал спит а и м пл можешь посмотреть потом как они рядом с кораблем летают эти тупые пули нет в том то и дело смысле да они изначально приобретают именно ту директорию который имеет корабль купил пил глупо русский глупо они еще не удаляются и начинают виснуть заметил что они создаются сбоку от корабля нет вроде так же действительно сбоку очень сбоку что с ним делать а я не знаю как так получилось поэтому я не очень представляю как это исправить а сет горизонтал спил я сделал горизонтальную скорость сотку она на сотку делает отрыв самом начале вот тебе и здрасте макс я сделал все хорошо и можно посылать фонтан этого говна пил 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 пули так медленно летят и тупо пил 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 маленький экран как думаешь таком вообще маленьком экране будет удобно сражаться ты знаешь я не очень представляю как можно улетать от какого-то корабля и стрелять в него ведь нельзя хочешь таким вот такого размерка я бы расставить а кого меньше всего надо будет думаешь да да зачем я тогда такой харизный арт рисовал так мы вас кидали куда-нибудь ах ну или это ингейм ресурс да он на самом деле 8 раз меньше и вообще пиксельный пакость ну потому что с таким размером корабля на самом деле трудно сражаться будет чтобы это было активно нет а вот скажи ты убегаешь от кого-то и как к нему стрелять никак ведь ты не убегай только мины если какие-нибудь выпускать не знаю жопный выстрел может сделать авто наводку оружию нет нормально но это космический корабль черт побери тут технологии какие-то наверное есть как считаешь что культурат ганнер по твоему зачем культурат ганнер чтобы там выбирать цели для пушки это не самая ответственная роль культурат ганнера ты сильно ошибаешься в далеком темном будущем пушки не могут наводиться сами да нет а отлично ты будешь оскоро сказал корабль сам должен себя водить надо пульки скоро сделать побольше 25 тела как-то более медленно она летает даже еще больше то уменьшать корабль я просто не представляю что делать гибриды гибриды что гибриды гибриды зачем как им трудно управлять серьезно макс я вот принадлевился но ты возьмешь управление скажет что это за говно он поворачивается так прошиво и тебе и так могу это сказать вот так ты это скажешь довольно необоснованно я скажу учете не нравится такой я не знаю пил 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 блин как-то тупо вы пил пил ладно к черту нормально выглядит игры игры уменьшится все вдвое уменьшится вдвое четверо может если хочешь так тогда корабль точно станет пиксельным пиксель 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 тупая песня пиксельное солнышко гуляет по пиксельной травке потому что мы все пиксели ну вот он стал пиксельным этого ты хотел до этого добивался пиксельным 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 а костя написал есть тут кто и человек ушел пиксельным пиксельным могу те ясно с мальчиками можешь отправлять очень соль вайга и с чем он тесно сделан пиксельным пиксельным это там глаз да дел иллюминаты почему дел иллюминаты секрет ну честно то да это это пик это корабль я его и так подвел когда спикселизировал Как же плохо это выглядит, а? Серьезно. Че я говорю? Паршиво, говорю, выглядит все. Это сделал довольно большую ошибку. Надо было не корабль уменьшить в два раза. А вообще ничего не надо было. Я думал, свою голову надо. Мини-майн корабль. Хайд. Тридцать девять. Тридцать девять, да, предположим? Предположим. Так. 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 Апкосяк. Так. Так, две тысячи сорок восемь. У меня HD игра будет. А вот семьсот шестьдесят восемь умножить на два, это большая проблема. Тысяча пятьсот тридцать шесть. Классно, да, я посчитал? Нет. Не нравилось. Не нравится, когда я хрен что считаю. Восемь. Стот. Тридцать шесть. Стот. Смотрим, к чему меня это приведет. Ни к чему, Егор. Тебе ничего не нравится, что не будет. Потому что ты знаешь, кто? Ты дуряк. Ха-ха-ха. Падлы. Игра сломалась. Нет, не падлы, ты дуряк, понимаешь? Игра сломалась. Юс. Наличь. Наличь. Ну, никто не пишет. Судя. Сказать почему? Потому что ты дурак. Костя, все равно не работает. Settings. Ах ты, паскуда, понятно все. Что я сделал не так, что родился, как это, я забыл включить вид, поэтому ничего не было видно. Вип? Вип. Вип. Я опрошу на вип-вип. Ах. Нет. 1536. 1536. 1536. Сейчас ты посмотришь, как все круто, как размытые пиксели будут летать без эволюции. О, гляди, Макс. Смотрю. Я пока еще вижу, как ты вид настраиваешь. Вип? Вип. Вип. Так такое должен быть, чтобы комфортное противостояние оказалось. казалось на самом деле всегда будет отдаем боя будет всегда не комфортно хорошо сейчас надо еще настроить пульки чтобы они летали нормально старсинс обычный космический шутер чё это где ну обычный космический шутер я говорю старсинс обычный космический шутер в себе в голове я сейчас делаю это самый обыкновеннейший космический шутер ну да просто выпускатели оригинал контента мы с тобой огоньки классно сделано больше всего мне понравились в этой игре огоньки это своя игра я бы ради них его купил да я могу продать я знаю она у меня уже есть вот на месте чем нибудь я бы ее купил у себя ладно хорошо так что же мы сделаем теперь когда на пульку мы сделаем у левт у райт а не просто сделаем пусает сайт типу кд кд будет отвечать за кд собственно а другой за сторону с которой он будет стрелять я не знаю как это реализовать я придумал что я это сделаю но как нет с какой стороны он будет стрелять а я тоже придумал все так я буду немножко в бок отклонять есть такая возможность она при создании отъехала на 90 градусов вправо развернулась обратно и екатерина к селу добавим добавляем а все ее любят конечно нет второго что делаешь игру можешь наблюдать за этим прямо в режиме онлайн как я делаю игры даже нынче человек про это и популярный неизвестный а как бы такой известный широкой общественности но и можно наблюдать всегда в нет игры говорю же игру делают там надо побеждать что во всех которых которые я делаю надо побеждать ни в одной из них не надо проигрывать нет в этой надо побеждать давайте сайт скину игры только он немножко английский это наша игра я потому что английский знают и там увидишь наш логотип и вообще увидишь как я рисую классно ты же мне не верила никогда верно вот можешь зайти на этот сайт кто я тебе скинул посмотреть на нашу игру посмотреть как я рисую классно стиховарение стиховарение стихотворение вот стиховарение это ну знаешь варенье и стих стиховарение и хвоение я посмотрела сайт мой игры а там все классно ты вообще что делаешь каждую минуту меня будешь спрашивать а я нашла а я нашла какой то твикс твикс просто это как там девиза твиксы ну ладно неважно твик дело паузу скушает твик а да паузу скушает твик ты фига знаток а у марса марса у них тоже есть девиз какой то я знаю у каждой шоколадки есть девиз там баунти райское наслаждение там сделай паузу скушает твикс там тормози сникерс не как бы и у нас такое же что то есть а черт знает загуглю слогана шоколадных батончиков что это у марса нет слогана я говорю точно у всех есть и у него нет они есть марс все будет в шоколаде марс добавь удовольствие марс когда тебе хочется марс немного солнца в шоколаде и марс вкусу к жизни 5 слоганов пикерс есть слоган энергия орехов я знаю и и еще мини батончики майс майс 5 сладких раз и и молоко вдвойне вкуснее если это милки вей если это литр водки если это не если это не а если это не но а а в нем так много молока он того глядей замучит в чеколадный батончики киткат есть перерыв , есть киткат есть перерыв знак вопрос есть киткат а тут еще восклицательный знак в киткате между прочим алло да катя нет катя это не мини котик ты ошиблась нет ни мини бублик это патрик ты патрик конечно ты не знала а 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 х а а а а а а а н а а Там у кого-то там ни кисни на радуге, зависни, там не тормозись, ни кирсни. Вот, у Скитлз. Вот. И у разных шоколадок есть свои эти девизы. У пикника такой девиз. Ну чё, я зашла на этот сайт, и чё тут? Где игру-то? Розовый такой сайт, да? Ага. Вот, можешь полистать вниз, посмотреть мои картинки. У меня вообще не видно ничего. Так ты полистай вниз. Так у меня не видно ничего. А чё видно? Белый экран. Так он, значит, не загрузился ещё. Ага, да загрузайся. Ты один доллар, пять долларов, 25 долларов. Выбирай, Катя, сколько хочешь. Это сайт, чтобы получать деньги. Да? Да. А может тебе даются? Так вот именно, они мне должны даваться. Никто их мне не даёт. Что? Ты можешь дать мне аж целых 100 рублей. Ой, долларов. И за это, ты сможешь разрабатывать игру вместе с нами. Вот видишь эти картинки слева, да? Я не вижу ничего. Ты с телефона, что ли? Нет. И где картинки? Действительно, где картинки? Макс! Где картинки? О чём ты? Посмотри экрану, Кати. Тут действительно нет картинок. Нажми стори, не знаю, он видишь сверху там четыре кнопки, которые рядом с нулями. Да, вот сюда нажми, да-да, сюда. Мой браузер запрещает. А что это за браузер? Он? Какой браузер. Ооу. Ну тогда... Давай, Катя, я тебе просто все картинки скину по отдельности. Окей. Ну почему тут нету, а? Не знаю, у меня они все есть. Сам, ты, кстати, видишь, что... Я его закрыл. Ты видишь космический корабль? Ты же такой не рисовал. Это, Катя, мой корабль. Ага. Ну серьезно, честно. Даже Макс знает, что я его нарисовал. У меня есть исходник этого корабля, где я его нарисовал. Правда, Макс? Да. Катя, я... Ты не знаешь, что я художник, что я делаю игры? Я для них рисую. Я в КВН работал. Я и в КВН, я много где. Вот это еще один мой корабль. Это я видела. Помнишь, ты показывал экран Никите? Смотри, я тебе сейчас еще покажу. Смотри, какая героиня с гаечным ключом. Я тебе дам за это... Один дома. Ну, посмотри, какая дама. Базук. Ты не мог так птичь и нависовать. Почему? Я, Катя, замечательно рисую. Нет? То есть, то, что ты видишь, это тебе не кажется замечательно? Нет. Нарисовано. Почему она говорит? Сы? Она говорит, увидимся в игре. Покажи эту. Кого? Голубоволосую. А, ее тут нет на сайте. А вот смотри, Катя, действительно, я тебе сейчас скину то, чего нет ни в каком интернете, что есть только у меня. Ага. Ну, да. Ты знаешь, как сделать? Ты веди в гугле поиск по картинкам и увидишь, что ее там нету. По картинкам? Да, это значит, что только картинка эта есть у меня. А какой у Макс, которая пилот, что ли? Нет, которая с голубыми волосами. Голубыми, а у меня ее нету. Где? Да я не знаю! Ну, тогда зайди в группу Монтис Беймс ВКонтакте. Напиши, Игорь, цок-цок. Вон Катю, я тебе могу еще скинуть. Че одно изображение. Ну, Катя, напиши, цок-цок. Да. Что-то в гугле. Не буду. Нет, ты качать надо? Ну, да, скачай, да. Скачаешь, ты посмотришь, да удалишь. Так-так. А, да, действительно, вот она тут есть. Это Катя, это Катя даже есть на нашей странице ВКонтакте. Вот, видишь, это тоже мое. Может, удалить после этого. Ну, уже Никита останется. Да, он все это видел. Воспоминай, я. Что за грязь? Грязь? Ага. Это не грязь, Катя, это пилот. А че? Что тебе делать? Я не могу говорить, что я делаю. Почему? Это будущее, Катя? Вот смотри, вот тебе красный вариант космического корабля. Ты же его даже не рисовал, ты просто поменял цвет. Нет, Катя, я его нарисовал, черт побери. У меня есть исходник, говорю, у меня полностью он нарисован. Макс это в реальном режиме наблюдал, как я его рисовал. Покажи. Что показать, исходник? Покажи, нарисуй мне спальши пикли. Кого? Нарисуй-ка с бонавтом. С бонавтом, у меня пока отключен планшет. Мне его надо подключить и помпель загрузить. Ой, да ладно. Нет, честно, мне надо подключить... Ты просто не мажешь из сада. Хотя, все материалы в наших играх нарисованы мной. Ой, да ладно. Шоколадно, если ты не умеешь, это не значит, что никто не умеет. У меня есть собственная галерея в интернете. Которую посещают люди, которые пишут там, что вау, как классно ты нарисовал. Ничего... А в эту игру я играла. Все в ней тоже нарисовано мной. Ой, да ладно. Иди к черту, Катя. Ой, да ладно. Давай я тебе галерею свою скину. Давай. Там будет даже написано, что это я. Давай, 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 давай. Или ты сейчас поделаешь. Скажу, что тебя зовут Владислав. Владислав. Там написано, что меня зовут Игнат Летников. И ты узнаешь, что это я. Потому что меня зовут Игнат у меня. Ник такой Игнат. А я милая, тебя зовут Летников. Там посмотри, как много людей пишут, типа. Ты такой красавчик. Ой, у меня очень маленький. Видишь этого кота? Это моя аватарка. Я могу ее поменять или удалить. Давай. А ты сам ее рисовал? Нет. Этого кота я просто в интернете взял. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Спалился. Потому что это, Катя, международный сайт. Но там можешь увидеть комментарий одного русского человека. Спасибо. Да, вот именно завач. Так что видишь, не все. Яри. Так что вот так вот, Катя. Я хочу такую же заставку. Какую заставку? Кота такого же? Я отправлю своей поклонницей. Какая твоя поклонница? Подругу надо говорить или поклонница. Поклонница? Нет. Я тоже вас могу называть поклонниками. Это будет неправдой. Кого нас? Шкет. Будет неправильно. Я не люблю твои видео, потому что тебе никто не платит. А хвост ты как? А точине мне. А тебе никто не будет платить за такие разговоры. Тут кто еще, чей поклонник? Какой? Петшот бич. Петшот бич. Петшот бич. Повел Макс. Петшот бич. Петшот бич. Ну никто не удивлен, что не научил ее с таким словом. А, ну да, в принципе. Петшот бич. Петшот бич. он смотри давайте еще одну скину шляпу вот тебе корабль тот же самый как красный или синий только нарисованы уже в другом эти скайпе скинул за фактах скачок бич мазафака это уникальный процесс услышала еще убить конечно нет катет английский я думаю или каждое это слово есть по отдельности хэдшот значит головной выстрел может в гугле вести все остальные те знать не надо что остальные остальные никита дурачок да хватит уже что нормально вообще и вот и что мне понравилось что как я рисую мне больше всего понравилось как я рисую а а это снимать а и сегодня аж целых четыре человека тут сидят и пятнадцать я удивляюсь не все сидят сидят нет 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 тут два человека в том то и дело действительно и я они тут очень давно особенно глорус з и так вот вот теперь он стреляет хорошо тут смеся рак ну не удивительно нормально так Чуть-чуть опаздываю. В этом и суть, чтобы было небольшое опоздание. Ну, вот такой на стриме уже не так плохо, выглядит ты уже довольно быстро. Уменьшение размера корабля. Я ничего не уменьшал, я просто увеличил комнату в два раза. Эй. Эй. Потому что иначе пришлось бы все соотношения менять. Водички попей. Эй. Водички попей. Что такое ты? Давай, до свидания. Тук-тук. Если бы тут был Саня, он бы сказал, нет, пожалуйста, не говори это. Тук-тук. У Сани мемофобия. Ему, правда, начинаешь про какой-нибудь мем, он такой, нет, только не это. Он сам мемо спает. Тук-тук. Тук-тук. Зачем дудусить? Егор, скажи один раз, тук-тук. Тук-тук. Кто там? Тук-грам. Теперь... Теперь твоя очередь, нет уж? Нет, не твоя, Катя. Тук-тук. Тук-тук. Твоя очередь не настанет. Вон. Или я тебе поставлю дизлайк. Где? Ну-ка покажи, где ты мне поставишь дизлайк, умница. В трем-видео. Да? А где там кнопка дизлайк? А? Нет такой кнопки? Нет, есть. Нет, нету. Есть, есть. Нет, нету. Ага. Сейчас ставлю. Наврал, наврал, трусы порвал. Нет, ничего ты здесь ставишь. О, я сейчас тебя слышу. Неудивительно. Ты можешь только лайк поставить. Там одно только сердечко. Как вконтакте? Нет, там два сердечка. А второе платное за пять долларов. У Никиты деньги сгорели, Катя, и перешли ко мне. Но я ему их не верну. Не-не-а. Не-а, не верну, точно не верну. Потому что я не зарегистрирована, а? Ладно, хорошо. Тут пять уже человек. Все-то ты знаешь, Катя, в компьютерах. Разбираешься. Так это я, ты, Макс и еще двое зрителей. Отличные зрители, я вам скажу. Да, действительно, спасибо им. Я, в принципе, почти что топ. А, нет. Там парень пушку красит. Не пугай людей. У меня бы еще, буквально, человек пять. Скажи шторы. Шторы. Тебе у нас поры. Что? Тебе у нас поры. По отдельности произнесся слова, я не совсем понимаю, что ты. Скажи шторы. Шторы. Тебе у нас поры. В смысле, что это значит? Загугли. Поры, это как бы, не знаю, вот на кожах, на коже поры. Видишь, у тебя на коже точки? Вот это поры. Что значит тебе в нос? Нет, это не поры. Что это? Это реснушки. Нет, в смысле, вот просто посмотри на руку свою. Видишь, на ней много точек? Вот на ладошке. Не на ладошке, а на другой части. С другой стороны руки. Ага. Ну вот, все эти точки, из которых волосы еще растут, это поры. Так-так. Егор, ну давай один раз только. Катя, скажи клей. Нет. Ну скажи. Я знаю, что там будет. Не знаешь. Я знаю, что там будет. Нет, нет, не знаешь. Скажи клей. Клей. Твоя мама не любит немца. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А вот тебе-то и не смешно, да? Ха-ха-ха. Как же это? Ха-ха-ха-ха. 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 Ха-ха-ха. Не смешно, да, Катя? Не смешно тебе? Неудивительно. Вот так-то съела, понятно? Ох, вот то-то же. Не знаешь, куда ввязалась мелочь пузатая. Я тебя уделал лихо. Вау. Даже с собой смешно стало. Вот так вот. О-о-о. Так-так. Нет, не выйдет. Скажи так-то. А то что? Оставь тебе, я поставлю дизлайк на телефоне. У меня там есть. Куда ты мне там на телефоне поставишь? Ай-ай! Ай-ай! Чё ты орёшь постоянно? Я тебе прицепила микрофон к языку. Ты пипец. Как можно было прицепить микрофон к языку? Хотела прицепить на нос, да? Она промазала. Экшн плюс девяносто. Ух-ух-ух. Легкие наши тяжкие. Всё отключилось. Так я лихо выделал. Нравилась Макс шутка, да? Найс. Давай, я тоже как бы. Егор, скажи, клей. Клей. И баллы заклей, да? И закнись уже. Клей. Чё интересно. Я сейчас держу. У меня сейчас запишется. Это как шестичасовое видео. Охренеть. Ты правильно. Я тебе уже говорил, что она просто вот скринет не прекращает. Так это что? Что мне потом с этим делать? Ну, вот сегодня уже сто зрителей прибавилось. Не фолореры, конечно, но зрители тоже неплох. Красно. Тем более, я ещё зафоловился сегодня. Это просто топач. Я могу сам от себя отписываться, подписываться, подписываться, подписываться. Чем тебе это? Ты ещё и свалил куда-то. Вернись. Крит. Ну, наконец-то. Я их ненавижу, нахер. Такие бомжи. Я вспомнил ещё одну серию из жизни моего знакомого. Который делал группу по Оуи. Да, который продавал Оуи. Ну, чё, неплохо это произойдёт в нашем группе, оттуда уволил всех, кого не надо. Макс, можешь посмотреть, что у меня сейчас происходит. Какие я. Как у тебя патроны. Танцуют. Да. Не знаю, чё они танцуют. Ну, а ты думал, разработка ещё так простой, что ли? На самом деле, я понял, чё они танцуют. Чё. Больше всего мне нравится моя наклеечка в углу экрана. Эта вот. Замечательная наклеечка. Откуда она есть, всё хорошо. Так, ну вот, всё, теперь вроде этого не должно быть. Пуле летят не в ту сторону. Пасма, конечно, должно быть. Если. Пасма. Теперь Макс тут не задралась сидеть ещё. Если подумать, мы уже 5 часов делаем игру. Скоро будет просто целый рабочий день. Нормально? Нормально. Хочешь, сиди, расслабься. В принципе, расслабиться. Где некогда? Сейчас добавлю маленького некогда. Мне маленький не нужен. Это важно, Кать, постой. Падла, ну чё спрашивать, чё, если ты сразу кидаешь трубку? Стой, 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 не выключайся. Ты спрашиваешь, что и кладёшь трубку. Где Никита, Кать? Это важно. Его нету. Ну ладно. Тогда всё, давай. Флэш-игра? Нет. Это не флэш-игра. Это будет... Это будет замечательная игра. Она, в общем... На языке GML сделана. Её можно будет портировать в будущем и на Android, и на Mac, и на Linux. Вообще, на что угодно. Это кроссплатформерная, просто мультиплеерная игра. Ну как, не мультиплеерная, на двоих. Либо на двоих, либо против компаун. Суть такова, что влетаются в космосе два кораблика и машутся. Довольно просто. У корабликов будет множество разных видов, и на этом будет строиться икровой геймплей. Герой процесс. Герой процесс, да. Вот спасибо. Такс. Кнопка опять не работает. Теперь корабль может стрелять в разные стороны. Отлично. Можешь зайти и посмотреть, как он стреляет в разные стороны. Да, я вижу, как он стреляет. В разные стороны. Я вижу. Пиу, 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 левый, правый, левый, правый. Оп, оп. Сейчас я бы хотел сделать, не знаю что. Вспышки сделаю. Вспышку влево, слева, слежу, вспышку справа. Да. 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 Вспышку влево, слежу, слежу. Здорово, games bro channel. Вот игры делаем. Так, это у нас будет об... Флэш. Флэш будет ничего не делать. После своего создания он будет удаляться. Любишь играть тигров? Игров. Вот такое. Не особо. Действительно. Очень неплохо. Так, привет. Я изучил вопрос... Падла. Я читать Макс не умею. Привет, у меня вопрос. Я изучил язык C-крест-крест, как мне делать игр на этом движке. Как мне делать игр на этом языке? Какой нужен движок? Что вообще делать? Ну, вообще, язык ты выучил не самый классный, на самом деле, для игр. То есть, он подходит для игр, но только для 3A проекта. Если ты реально собираешься этим заниматься очень серьезно, очень глубоко, тяжело и долго, то, в принципе, крестики подходят. Так, для простых игр стоило бы, конечно, выбрать что-то попроще, вроде Java или еще чего-нибудь. Но, если ты уже выбрал такой трудный путь, то, ну, тут, не знаю, качай библиотеки, всякие фреймворки. Можешь попробовать UT, попробуй выбывать. Он, довольно, говорят, хороший, функционален. На нем, возможно, что-нибудь запилишь. Можешь просто скачать себе документацию OpenGL, поставь себе OpenGL и делай на нем. Ну, в принципе, его должно для простейшей игры хватить вполне. Ну, Java, она, на самом деле, немножко попроще, чем кресты и ориентирована немножко в другое место. Да, ну, если ты вообще не хочешь изучать ничего, то да, советуем вот купить замечательный игровой движок, сделать все в нем. Греймейкер предлагает обширную базу заданий, поддержки. Широкая комьюнити, которая может дать всегда советы. Легкие импорт игры в Steam, на Android, iOS. Куда угодно. Относительно небольшая цена. Для корпораций. 200 долларов, что это за это? Ну да, 200 долларов. Вот очень легко тут все делать, вот с помощью этих кнопочек, зная их, таскай, и вот тебе получается. Ну и то, если ты хочешь только на PC работать, то и 200 долларов не надо, там же меньше. Да, там гораздо меньше. На PC, это что-то два кассира, да? Java подходит для инди-проектов. Ну, на самом деле... Инди, да, Java подходит для инди-проектов, но это не значит, что на ней не делаются большие игры. Большие игры, вообще, они делаются, как правило, на кроссплатформе. То есть, они делаются на части. Гуй пишется на Java, например, там. Библиотеки пишутся на крестах. То есть, такая смесь из всех языков. Каждый же язык, он имеет свои преимущества в определенной области. Таким образом их смешивают и там, где надо, применяют. То есть, в принципе, если ты пользуешься только лишь одним чистым языком, то это, да, скорее всего, будет не очень большой проект. Я, конечно, использую в библиотеке фреймворки. Вот что поможет тебе сделать игру. Потому что на чистом языке, но я не знаю, на каком чистом языке можно написать игру. Так или иначе, придется использовать всякие сторонние дополнения. Что, на Java нельзя через это? Через что? Через то, что мы портируем игры. Так, все равно графическую морду надо подключать еще проще. То есть, вот OpenGL, да, библиотеку, ее надо в кресты, например, подключать. Для Java тоже что-то подобное есть. А еще она тормозит нахер. Ненавижу Java. Так. Мне сделали Minecraft на Java. Из-за того, что он сделал на Java, он чертовски тормозит. Эклипс. Через Эклипс нельзя. Да, через Эклипс нельзя. Я работал с гейммейкером. Тогда еще не знал, что такое языки программирования. У меня игра была, где бегал пингвин, рэмбо и убивал человечка, собирал монетки. Но, видишь, как замечательно. Ты, наверное, знаешь такую игру современную, очень популярную. Называется Hotline Miami. Можешь погуглить. Она есть везде. Она есть в стиме. Она очень, очень популярная нынче. И она сделана на геймейкере. Вот в чем солюшка. По крайней мере первая часть на геймейкере сделана. Да, по крайней мере первая часть. То есть это, в принципе, движок очень мощный. На нем, что уж говорить, можно делать 3D игры. То есть я видел, как через геймейкер делали первую GTA, например. Ну вот, просто копия первой GTA. Она 3D была. В смысле 3D? Третьего лица? Так это уже не первая GTA. Нет, первая GTA, там дома были, они так как бы двигались. А, правильно. Да, да, да. То, что для Java, то можно подключить OpenGL, это понятно. Но я просто говорю, что в принципе, мне кажется, Java немножко поудобнее будет для создания игр. Чё ты парень отпугиваешь? Я не отпугиваю, просто я говорю, кресты, это вообще язык довольно сложный сам по себе. Ну он сказал, что она выучила. Выучил? Ну изучил. Это, наверное, так же, как мы по скале изучили в шараге. Он сказал, что она изучила C++. Мы с тобой делаем игры на геймейке все время. И что? Ты даже не на языке GML пишешь. Ха-ха-ха. Я говорю тебе, я буду использовать язык, когда начну я оптимизировать игру. Если мы доведём её до такой поздней стадии. А пока удобно таскать квадраты, это... Они создают видимость, их легко очень смотреть на квадраты. Они читабельны. Мы не будем использовать юн, что нам таскать ассеты, да? Да. Именно так. Что я хотел сделать? А, я сделал вспышку. Пулька должна создавать рядом с собой вспышку. Ну... Ой. Глубый вопрос. Неужели не видно по этому проекту, что мы настоящие мастера своего дела? Конечно же не первый. Сейчас мы просто реализуем вот этот проект. Я сейчас его скину. Вот он. Мы запустили для него рекламу. Собираем средства и собственно эту игру нам стоит сделать. У нас есть свой аккаунт на... Чем ты это скидываешь? Чем ты это скидываешь? Скидываешь? Не надо скидывать. Потому что ты не сделал этот... Не доделал другой. На, там надо видео. Будет у нас демка, сделаем видео. А, ну так вот. В скором времени снимем все это. Так вот. Солюшка в чем? Вот она эта игра, и мы ее сейчас сделаем. У нас есть в гугле свои игры, на андроид, на стиме есть свой аккаунт. И у меня, и у Марса. Ха-ха-ха! Ой, в общем, мы крупная корпорация. А, да, да. Вот мы давным-давно, года три назад, мы очень давно на рынке, повторяю. Года три назад мы запилили такую игрушку, мы ее послали в стим, когда там еще не было гринлайта, мы ее послали в 1С, в Акеллу, повсюду. Нам сказали, что вы можете работать самостоятельно и мы вас пока не будем брать. Вот эта замечательная игра про нян котов. Когда они еще были в моде. Лучшая инди-игра 2012 года. Знаешь, какая Макс? Нет, наверное, с баттл. Макпиксель! Вот-вот. Так это Андрей Горбатов написал. Я знаю, я знаю. Я просто от него, по-моему, и услышал от Андрея. Оп, теперь почему-то я стреляю пулями по три пули в очередь. Там так-то этот... В путьяных интерфейс не самый прям... Топовый. Ну, согласен, он довольно сыроват там. Ну, в принципе, нормально для начала. Да, это верно. Я согласен, что его можно было бы поменять как-то. Но это под конец. У них просто фотошопики, плашки по-корресивее. Сделать полосочку вот этой энергии. Да-да, я понимаю, что эти квадратики все... Как же хорошо тогда мы сделали это всё. Как мы тогда вообще хорошо работали? Ой, не говори, я приходил в офис. Я чё-то там делал. Всё прочее чепуху занявался. Там это, конечно, наш выдающийся проект, это камень в лесу. И в принципе... А, кстати, ребят. Я могу вам трёхгагодовалой давности упаковать сборник игр. Думаю, все этого ждут, все этого хотят. Никто этого не хочет. Сейчас мы его покубим. Где же он лежит-то? Ой, сборник игр. Он знает где? Егор, делай игру, плесь. Сейчас, погоди. Я говорю только вот скину людям. Это же момент славы. Так. Какой момент славы? Тут люди просто приходят смеются над нами. Преимущество вашей аркады по сравнению с другими аркадами. Вопрос фигня. Наша аркада будет лучше. В чём это проявляется? Вот смотри. Давай мы начнём с самого простого, от противного. Назови мне косметическую аркаду, где летают два корабля и стреляют друг в друга. Корабли существуют разные. То есть там разные механики игры, ещё прочее. И как бы ты называешь мне эту аркаду, и мы уйдём дальше. Нет, Макс. А, это, это... Это наши, чё? Фуникиц. Вот наши преимущества. Да, я прямо скопирую их с кайпа. Вот, вот лист всех фич. Мать, спей, стрип. Лонг, лонг, сторим. Преимущества огромные, их очень много. Да нет, если серьёзно, то... В принципе, я думаю... Главное, чтобы играть, играть нравилось. Я вот ещё не встречал ни одной подобной игры. Мы делаем то, чего ещё не встречали. Да, Макс? Да, я во что хотел сами поиграть. Я вот сейчас делаю эту игру, и я представляю, как против меня воюет какой-то вражеский корабль, где у нас есть у каждого особые способности. В принципе, эта игра будет похожа на нашу предыдущую, на этих... Не на предыдущую, на котов. То есть, так же будет автоатака, будут какие-то суперспособности, менеджмент энергии, жизни, репыры, тактики, стратегии, контра персонажей и так далее. Ещё это будет кидоиспорт. Да-да, прокачка кораблей, она несомненно будет. В общем, вот, ты ещё спрашиваешь. Мы игру наворотим тем, что у нас будет режим просто боёв и режим истории. То есть, где там надо будет летать, захватывать системы, строить дипломатию и прочую чепуху. Да, вот именно этим я занимаюсь. Как вы можете заметить, что у нас вот на стриме он занимается. А вот у нас есть креативный отдел. Разработки, там, придумки, репыры. Сюжет там сидела. Да, сюжет, авторский отдел. А есть вот отдел такой технический, который занимается, собственно, разработкой, осуществлением идей, рисованием и прочим. Всем по-стальным. Ну, рисование всё-таки по моим концептам делается. А, да, рисование делается по концептам. Если бы у меня они где-то лежали в конкретной папке. Ты показал людям Орды, Садо и Орды, Садо и Орды. А то вот я хожу по папкам, у меня тут Григория Хлебс. Ну вот чё это? Я не хочу, чтобы люди это видели. А я и нашёл, кстати. Вот я из-за того, что пошёл показывать Григория Хлебса, я нашёл наш этот, Mantis Games Gold Collection. Сейчас я вам... С вами я и поделюсь. Зайду на рекхост. Рекхост. Выберите файл. Что? Вон. Кэн. Григория Хлебс. Папка рандом, по-моему, называется. У меня это качпуха. Там Тигр, вопрос ещё задали. Вопрос задали. Зачем выбрали Гуи-движок? Честно говоря, вот этого вопроса я не совсем понял, что это значит. Гуи-движок. Гуи-это интерфейс. Я правильно понимаю. А, или ты про то, что кнопочками приходится перетаскивать? Ну, потому что он... Греймейкер это, мне кажется, один из самых функциональных вообще инструментов для создания вот подобных аркадных игр, 2D и прочего. Поэтому именно он. Проблема в том, что не умеешь рисовать. Ну, так в этом... Это не проблема. Это как раз мотивация. Когда есть человек, который не умеет рисовать, он находит того, кто умеет. Их становится двое. Понимаешь, да? Так и работаем. В смысле, кто у нас не умеет рисовать? А, все. Кто-то рисует концепты, а кто-то нет. Ты забыл, что... Нет, диван-то как у тебя почти. Диван? Да, она их. А, блин, да он у тебя еще более продвинутый, что уж там. Ну да. Я все-таки в этих контестах участвовал. Занимал довольно солидные места. А ты вот так вот говоришь. Какое-то там место в десятку вошел, да? Наверное. Там, по-моему, не так уж много было людей. Он опять отказывается отправлять мой RAR-файл. Поэтому смотрите, лучок. Классический способ обмана лекхоста. Он не работает. Говорят, что в гемеке ограниченный функционал. В общем-то, я за все свое время работы ограниченности так, честно говоря, и не заметил. То есть, что бы я ни делал, мне всегда хватало... ...собственно, функционала. Никогда проблем не возникало. Типа, я не могу реализовать ту-то функцию из-за того, что движок слабый. Движок вообще, как бы, пишем мы тут сами. Геймекер — это не движок. Это среда разработки. С этим у меня никогда не было проблем. Вау. Образование в этой сфере. Это забавный вопрос, на самом деле, по суде сам. Высший диплом создателя игр там. Высший диплом автора сценариев для игр. Кандидат на научную степень. Художник игр. Нет, это все делается само. То есть, ты просто берешь, скачиваешь программу, там, шаришь ее функционал, читаешь справки, ты рыпыру, лучше зарисовать. Ты как-то сколько лет ты окончил компьютерной школы? Компьютерной школы? В компьютерной школе нам дали буквально пару занятий. Геймекера. Все остальное. То есть, буквально показали, типа, на этой программе можно создавать игры. Давайте мы сделаем, чтобы яблоко двигалось слева-вправо. Все остальное я изучал сам. Читал справку, там, просто методом тыка. А, и, конечно, вы, наверное, подумали, у этого парня наверняка есть какой-то диплом высшей степени Академии Художеств. Нет. Я не заканчивал никакую Академию Художеств, там, британскую. Я сам учился всему. Что, это не так? Да нет, все правильно. Ну, ну, так вот, видишь? Так что? Просто берешь и делаешь, делаешь, делаешь. Самое главное, если ты видишь, что что-то сделано плохо или что-то тебе не нравится, ты берешь и делаешь это так, как можно лучше. Да, звучит просто, но так это, в принципе, и есть. Да, но лучше найти второго человека, чтобы вы тоже напрягали работу. Да, 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 вот это самое главное, что сам себя мотивировать не будешь, нужна какая-то мотивация извне. То есть тот, кто будет говорить тебе, эй, ты, не отдыхай, работай. А ты потом вот местку будешь сам тоже так же говорить, эй, ты, теперь ты, не отдыхай, работай. Да, и спасибо за подписку. То есть вот так вот мы и живем. Мы работаем в компании сам своей, поэтому, наверное, сами по себе, но в компании. Ну, да, у нас компания состоит из двух активных человек. Есть еще много неактивных. Там есть инвесторы, уборщики, внештатные художники казахстанские. Много всех. Персонала человек 10, наверное, насчитывается. Ну, вот тут сейчас... Те, кто сейчас здесь есть, это наши самые активные люди. Просто были золотые времена, когда у нас был офис. Да, да, да. Тогда и нужен был уборщик. А теперь кризис, как бы, офис мы себе немножко позволить не можем, и... Работаем разро... Ну, центральный, точнее, не можем позволить. Разрозненно, конечно. Разрозненно, сейчас и работаем. Такс. Что ж, что-то... Блин! Я же забыл, что надо игру-то делать. Да, спрайты мы рисуем в фотошопе, потому что... Геймер-редактор, это просто, это... Ну, шляпа, ты понимаешь, что это... Чуть круче, чем Пайн. Нет, наверное, даже чуть хуже, чем Пайн. Чуть хуже. Даже я, как бы, ходил в игры. Я рисую в Пайн. Ну, Пату, раньше, говорю, у нас довольно классно все шло с Android. То есть, в Google Маркете у нас игры шли, их качали, мы сделали приложение для Dota. Но в один прекрасный день... Получилось так, что мы его потеряли. Самая ситуация была. В каждой игре соответствует уникальный ключ. Ключ хранится у каждого на компьютере своем. И когда ты дополняешь эту игру, вносишь какие-то изменения, ты должен подкреплять этот ключ. И однажды у нас оба ключа потерялись. И с тех пор мы не смогли поддерживать игру, и Google ее заблокировал. В общем-то, это одна из причин. Вторая из причин, что у нас в компании завелся преступник. И, в общем, он нас так жестко саботировал, что Google нас вообще забанили на некоторое время. Вот с тех пор, вот с этого переломного момента у нас все пошло немножко на косяк. Мы с офисом попрощались. Да, скорее всего, не надолго. Да, мы набираем сейчас, как видишь, обороты, работаем вовсю. И поэту, иди-сюди. Я просто не могу сделать, чтобы пульки блестели. Они блестят, но не там, где надо. Ты блеском пулек занимаешься? Да, я занимаюсь блеском пулек. Нет, ну знаешь, когда пулька вылетает, она должна блеснуть так, пуп, сделать. Нам надо говорить про прибыль вопрос. Имели ли какую-то мы прибыль с наших проектов? Вот ответь. О, господи. Прибыль. Имели ли мы прибыль? Я думаю, что можно сказать, да. Нет, знаешь, у меня есть один знакомый бизнесмен, который говорит. Привет, Кать. Привет. В общем, есть у меня один знакомый бизнесмен. О, Кать, можешь убрать их и надеть ушки или еще? А че? Аллоу? Вот, все хорошо. Все хорошо. Аллоу? Да все, все, Кать, прекрати, пожалуйста. Есть один знакомый бизнесмен, который говорит, если у вас, как бы, прибыль можно свести на нет. Но не тем, что вы не получаете деньги, а тем, что вы их полностью тратите. И так, каким образом, вроде бы и нет прибыли. И, да, мы как бы брали, то есть получали огромные гонорары. Мы снимали офис, нанимали уборщиков, отрывались, там, путешествовали. То есть прибыль сводили на нет. Можно сказать, у нас не было прибыли, да. Не увеличивайся. Мы снимали офис, нанимали уборщиков, все. А то, что мы путешествовали, а то, что мы еду покупали? Ну, ладно. Егор. Да. Да, Кать? Ответь один. Ну, Кать, я не могу. Ну, пожалуйста. Это секундочку за меня. Ну, скажи, что ты хочешь... А, ты показать что-то, наверное. Хочешь Кате показать мне что-то? Как долго мы занимаемся геймдевом? Сколько себя помню. Так, сейчас я отвечу человеку. Сейчас, Макс. Катя? Вот, смотри. Ты, наверное, хочешь мне что-то показать, да? Ага. Это твоя нога? Две. Две? Ничего себе. И ты их засунула в одну штанину, да? Игы. Это как будто русалка, да? Да. Ну, вообще офигеть. Теперь походи так по дому. Или ползи сразу в ванную и там сиди. Блин, я уже положила. Ну, ладно, всё. Ладно, я пойду обратно в конфу. Ну, пока. Она, короче, две ноги в одну штанину засунула и говорит, я русалка. Так, так вот. Насчёт, как долго вы занимаетесь геймдевом? Лет пять, по-моему. Так, вот, ну, серьёзно, года три назад. То есть, три года назад как было? Звонит мне Макс и говорит, мол, Егор, ты умеешь делать игры, насколько я знаю. А я такой, да, всё верно. И он такой, почему бы нам тогда не делать их и продавать? Я такой, да, замечательная идея, с тех пор мы делаем игры. Нет, это ноги, только ноги. Больше ничего нет запрещенного. Больше не надеетесь. Такс. Ох. Ой-ой-ой-ой, страницу. Ну, ладно. Так, сейчас надо всё ещё со вспышечками разобраться. Ну, ладно, всё, не разбирайся со вспышками. Нет, твоё дело, конечно. Всё, всё, прекратил. Нет, разбирайся, мне-то чё, не жалко. Ну, я разобрался, я не смог с ними справиться, вот мой разбор. Да, недавно говорил, что я совсем разобрал. Я ни разу не ограничился функционалем геймэкера. Да тут не функционалем геймэкера, тут просто заколебался. Я хотел добавить, что меня ограничивает только мой навык. Он вспомнил, что навыка нет, и меня ничто не ограничивает. Вот так вот. Ну, флэш-игре. Согласись, флэш-игре, это просто несерьёзно. Флэнок неплохой, да, как бы... Во-первых, в чём я считаю проблема флэша? Его трудно портировать на андроид. Всё не поделает, но андроид трудно. Во-вторых, как серьёзно какое-то автономное приложение, его тоже не очень удобно делать. Как большой проект его не очень удобно делать. То есть, что-то маленькое вещь, чем мегабайт 50, это, да, неплохо. Там, какую-нибудь, ну, бегалку, пукалку. У кого какие обязанности? Ну, в общем, чем занимаюсь я? Я вхожу в состав технического отдела, занимаюсь, в общем, графикой, программированием, также вношу какие-то свои идеи, когда требуется, там, редактирую сцена и ещё прочее. То есть, больше по технической части. Хотя, конечно, я не ограничиваюсь в других сферах ничем. А вот, Макс, он занимается... Это у нас творческий отдел, отдел по рекламе, связью с кадрами, то есть, связью с общественностью, менеджер по кадрам. То есть, ну, и профиль такой. Пишет сценарий, там, даёт концепты, да, тоже в художественный отдел входит. У нас, вообще, отделов довольно много, но вот, как бы, основные... Я ещё и вам внедряю, и вам и все гугл-сервисы. А, да, то есть... В принципе, они все между собой тесно связаны. Технический с художественным, художественным с техническим. В принципе, обязанностей у нас достаточно у каждого. Скорее, у нас просто нет такого растения. Ну да. И это только то, что ты всё программируешь. Вот-вот. Потому что... Если бы или в офисе, можно было бы как-то совмещать, а так... Раз труднее. Кататься на стулах влево-вправо. Ну что, в принципе... Я тоже знаю гримейки. Хуже, конечно, но... И я делал проекты и в соло. И они даже... Тоже в гугле, да, и пользуются популярностью. Да. Мы с них тоже имели. До сих пор живые, кстати, или нет? Нет, так этот... Я его обратно достаю, когда... Предупреждение от Хевенов. Исчезарен, да? Но... Но я не знаю. Я тоже боюсь так возвращать, но нас опять забанят. Работа на чистом энтузиазме. Да нет. Никакого... То есть, энтузиазм это очень важно. Это, можно сказать, главное движище. Но всё-таки... В данный момент, да. Чего шутить-то? Мы всё-таки не дети. Этим заниматься надо всерьёз. А не просто так. Энтузиазм-энтузиазм. И у каждого... То есть, с каждым уйдут свои проценты. Несомненно. То есть, в принципе, он 50 на 50. И 0-0-0 тем, кто не работает. Тех, кто не работает. И 0-0 еще минус там, минус 100 инвесторам. У нас есть инвесторы, да? Свои серьёзные люди. Шиш, я ему денег дам. А? Я не дам инвестор денег. Так, в смысле, инвестор это тот, кто даёт нам деньги, а не наоборот. Ты говоришь, минус 100. Минус 100 процентов у инвестора. Нам плюс 50, а ему минус 100. Понимаешь? Ты давно инвестор давал деньги? Он меня только их забирал. Он не вкладывал разве в наш этот... В наш покупку программного обеспечения. А, ты про этого? Ты про некит? Ну, так вот. Некит не вкладывал? Макс. Отвалился. Ну вот, Макс отвалился, поэтому... Нет, говорю, тут никакого энтузиазма. Тут гонорарь гребём лопатами, когда получается. Да, имеем счастье. А вот у нас... Отходим от саботажа нашей компании, и поэтому... Особых прибыли сейчас нету. Но, смотри, смотри. Дело. Слышишь, да, этот звук? Знаешь, что так звучит? Так звучит свежий Ролтон. Который можно прокормить себя. И спасибо ему за то, что он есть. То есть Ролтон позволить себе можно пока. Ролтон и хватает. Так, сейчас надо сделать корректировку пуль с вращением... с вращением корабля. Нет, нет. Пока на проживание ежемесячной прибыли не хватает. Пока что не лучшие времена, да, кризис. Пока в другой разовый раз. То есть и прибыль должна бы в два раза вырасти, но почему-то так не сработает. Почему-то прибыль, наоборот, упала. Ну что, думаю, вот сейчас мы эту игру закончим. Бросим ее на рынок, и там все должно завертеться, закрутиться заново. Наймем, может, себе еще кого-нибудь. Нам, между прочим, очень сильно не хватает звукаря. То есть какого-нибудь музыканта сиртуозного было бы нам очень займеть неплохо. Но таких почему-то, ну, нету и все. У нас есть и художники, и замечательные сценаристы. Вот, кстати, редкий вам арт могу представить. Это из нашей карточной игры, которую мы когда-то делали, но оказалось не рентабельной и забросили. Это нация гномов, гномов-щитовиков. То есть главным оружием гномов является щита. Именно поэтому оно не носит сразу три щита. Но эта игра была, не была выпущена. Говорю, ну вот, арт, арт такой замечательный остался. Это чемпион второго. Зад тебя видеть. Так. Что это я, в общем-то, отвлекаюсь? Ну, конечно, все хорошо, но следует сделать пули, скорректировать их. Я думал, блики опять. Нет, 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 все, с бликами мы закончили. Пули, пули, пули. Дирекшн. Дирекшн. Пока я базарил, я забыл все переменные в игре. Как так можно? При нажимании А. Speed, рот. Рот, спид, рот. То есть такая штука. Стэйшн. Ага, все, понял, что какая-то переменная мне нужна. Мне нужна вот такая переменная. Сейчас мы сделаем какую-то корректировку. Чтобы пули вращались вместе с кораблем. Не факт, конечно, что это получится. Ты ответил на вопрос? Это гейммэкер. Да, это гейммэкер. Все верно. Тверхмерную графику. Я заскринил ваша. Ну, можешь его продать, если получится, честно. Ты бы хоть рассказал про концепцию? А я рассказал, я рассказал про концепцию. Ты рассказал, что это? Да. Двор с щитами. Да-да, что это нация дворфов, которая только щитами и дерется. Вот покажу, если кто-то еще не видел. Вот такая замечательная. Там сзади голем каменный. Потому что дворфы это жители гора. Вот видно их. Родной ландшафт. Там от Макадева твой любимый вопрос. Мой любимый вопрос. А чего хотя бы не Юнити? А Юнити хотя бы для петухов. Это мой любимый ответ на мой любимый вопрос. Потому что я ненавижу, черт побери, Юнити. Почему? Потому что даже сделав простой Тетрис... А какой к херам Тетрис? Просто яблоко, что прилетало туда-сюда. И скомпилируешь его. И приложение занимает 100 мегабайт. Вау. Нет, это не то. Юнити это легкий путь. Я ненавижу Юнити. Не то чтобы, конечно, все люди, которые работают на Юнити, плохие. Но сам Юнити плохой. И поэтому он мне не нравится. Юнити. Игунити. Как-то побольше мне нравится все-таки Греймейкер. Вот ходнее он мне, что ли. И на нем я умею работать. И на нем можно портировать игру куда угодно. На Юнити тоже можно, я знаю. Юнити очень тяжелый. Непороворотливый монстр. Это что-то как сравнивать Джаву с крестиками. Джава тяжелый неповоротливый урод, который тормозит. Крестики нет. Крестики очень хорошие и удобные. Хотя тут, конечно, они будут посложнее. В отличие от Геймейкера. Той же аналогии. То есть Геймейкер проще. Он легче и проще. Чего же более. Более того. Юнити ориентирован на 3D. А Геймейкер на 2D. Ну не знаю. Ну он все-таки ориентирован. Больше. Ориентирован. Протяни мне на PS4. Пиши свой движок. Так у нас же есть PS4 портировка на Геймейке. Да, есть, конечно. Тут где-то искать в этом списке надо. Пиши свой движок. Понимаешь, пату? Это и есть. Все, что я пишу, это и есть движок. Движок это геймплей игры. Ну как бы не геймплей игры. Ну так. Что-то такое. А вот Геймейкер это среда разработки. А движок это сама игра. Саму игру я и так сам пишу. То есть там, когда нажимаешь вон, чтобы кораблик двигался. Там глобальную физику. Еще прочую чепуху. Это движок. И каждый раз я его пишу сам с нуля. Просто в среде разработки. В помощь среде разработки я пишу движок. Кокос. Ну, с кокосом... Я вообще не знаю, что такое кокос, честно говоря. Вот в чем дело. Кокос, да? Я кокос помню. Я смотрел его раньше давно. Кокос 2D, который платный тоже. Я не помню. Но у нас есть геймплей игры. А ты с кокосом. Ну, видишь ли. Опять же скажу, повторюсь, что гейммейкер мне нравится своим функционалом. Серьезно. Геймейкер очень функциональный. Очень-очень. В нем есть стройный язык программирования. Очень довольно классный язык программирования и функциональный. Я говорю, мне ни разу не было такого, чтобы функционала мне не хватило. Мне его всегда хватает. Единственное, чего мне может не хватить порой, это навыка. В принципе, все, что любые мои задумки, с помощью этой программы я мог осуществить. Тут можно сделать онлайн. Тут можно сделать какую-то сервер-клиентскую, сервер-клиентское приложение. Какие-то базы хранить на каком-то компе, чтобы сервер к нему обращался. В принципе, все реализуемо. То есть, если, может, знаешь такую игру Ганг Гаррисон. Если, ну вот, загугли Ганг Гаррисон, там, это, в принципе, Тим Фортрес. Тим Фортрес 2D. Там можно искать лобби, еще прочую чепуху. И дело в том, что Ганг Гаррисон сделан на геймейкере. То есть, людям хватило фантазии, хватило навыка и хватило функционала. Язык тут ГМЛ. По-моему, он, говорят, на Дельфе, что ли, похож. Но я точно не знаю. Он довольно удобный язык. Хороший. Очень мягкий в обращении. Он не требователен. То есть, там, не надо ставить точку с запятой, там, и кавычку пропустишь. Как страшно. То есть, мне это нравится. Очень хороший язык. Хоть я, как видишь, сейчас не пользуюсь. Сейчас я просто тискаю кнопки, но это по сейчас. То есть, кнопки, они нагляднее. Просто перетаскал там, сделал какую-то общую структуру, закрепил. Как блок схемы. Потом уже написал код. Вот так вот. Думаешь, стоит начать с ХО или Тетрис. Так, чего делали? Ну, вообще, у нас был аккаунт на Google, Google Market, но его саботировали, и он пропал. У нас, к сожалению, все игры оттуда. Да, удалили все наши игры с Google Market, потому что в нашу компанию пробрался бандит-шпион. В общем, он нам нажалил денег, и Google нас заметили и прикрыли. А вообще, один из продуктов, который я больше всего люблю, вот наша игра, трехлетней давности. Давно-давно было очень дело. Вот, пожалуйста. Это бронян котовка, да, это еще модный кот был. Вот, мы сделали игрушку, можно было играть на двоих. Там разные коты, у всех своя способность. Три-пыри. И сюда. В принципе, мы играли вдвоем, и довольно классно играть. Играть в нее интересно. Соревновательный момент присутствует. Баланс игровой есть. Все в порядке. Ты ответил? А, то есть, с чего начать-то? Да. Нет, не ответил, сейчас скажу. Вообще, если ты хочешь начинать, крестики-нолики, если ты говоришь не про 3х3, а про нормальные, большие, они довольно сложные. Ну, нет, эту игру мы собираемся выпустить и просто и на компе, и на андроид. Ты не смотри, что в этой игре фон плохой, то есть он как бы еще сырой. Я его вообще не делаю, я его просто вставил, а бы как. Из-за него создается впечатление, что игра будет довольно шляпная. Нет, это не так. Потом мы его изменили, будет нормальный фон. Я его сейчас лучше вообще даже уберу, чтобы никого не смущать. Среди в том, что мы можем портировать игру, в принципе, куда захотим. Больше сейчас, я думаю, мы ориентированы на Steam. Да, в данный момент мы хотим именно эту игру выпустить в Steam. Вот. А если, опять же, начинать с чего, то лучше просто какие-нибудь аркады, потому что тестики, нолики и Тетрис, Тетрис, он довольно сложный на самом деле. Не в плане, там, какой-то физики, а вот в плане логики. То есть его логическая структура довольно сложная. Кого, Тетрис? Тетриса, да. Серьезно. Как ты сделаешь проверку, там, полный или ряд, как... В общем, это довольно тяжело. Тетрис, это именно показатель навыка программирования, а не игры дело. Если ты хочешь на геймейкере сделать что-нибудь, то просто начни, там, с аркады с видом сверху. Это самое простое вообще, что может быть. Аркады с видом сверху. В интернете огромное количество уроков на русском языке. То есть, чтобы начать, это довольно просто. Урок ухождения в эту среду довольно низок. Начать очень легко. Так. За 20 минут базара я до сих пор не добавил, чтобы пулька корректировала свое направление. Ничего, как обычно. Тетрис, обычная матрица, проще простого. Но я говорю, что... Не очень удобно эту... Не очень удобно матрицу реализовывать в геймейкере. Это больше навык программирования, чем... Чем что-либо другое. То есть... Изначально геймейкер я выбрал именно из-за отсутствия программирования. То есть, маленький был лет 10 назад. Тогда еще версия 6 только вышла. То есть, я начинал с 6-ой версии, а это было... О, как давно. Вот. Нет, серьезно, давно. Но... Гуглю. Вместо того, чтобы работать. На чем же... Чего же я говорил-то? Сейчас потерял вопрос. А, да. То есть, Т-30, он в программировании. А геймейкер это... Бежок, который позволяет делать игры без программирования. Конечно, если сходить что-то функционально, то... Надо будет программировать, да? Несомненно, использовать там внутренний язык, ТРП. Можно библиотеки какие-то внешние подключить. Но для вхождения... Тетрис, ну, не советую Тетрис. Более на геймейке это будет сложно. Сейчас скажу, сейчас скажу. Вот, в мае 2005-го появилась версия геймейкер 6.0. То есть, ну, видите, давно. 10 лет назад, действительно. Собирал. Там, как дальше, новый вопрос уже. Для стримов нужен мощный, пока и интернет, или стараюсь, железа хватит. Ну, как-то заметил, экран у меня 4 на 3. Ну и всё. Я думаю, стоит ли ещё что-то говорить. Я думаю, стоит. Ладно, на самом деле, пока у меня достаточно мощный, но я не заметил, чтобы OBS как-то сильно грузил. Хотя 4 гига оперативы. Да, 4 гига оперативы. Представь, 4 гига оперативы. Их хватает вполне. То есть, из-за OBS я никакого дискомфорта не чувствую. Разве что, вот он Windows Air выключает это. Ну, вот жрёт он полгига. Полгига максимум. Жрёт куда-то и потом снова падает. То есть, в целом, в среднем полгига. Ты что, 10 лет уже геймейкером работаешь? Да. Спец. Чего я достиг, то только подумай. Да я знаю, что ты достиг. Так. Надо ещё знать что? Я ненавижу, когда пули летят по прямой. Почему? Это глупо. Пули должны лететь с разбросом, верно? Ну, верно, ты прав, конечно. Ну, кто-то подписался. Онлайновую игрушку трудно сделать в геймейкере. Ну, в принципе, нет. Всё возможно. Геймейкер позволяет. Есть библиотека 39DL, которая позволяет делать хороший онлайн. Можешь поставить даже свой выделенный сервер. На него запустить геймейкеровское приложение с сервером игры. И люди смогут подключаться. Даже MMORPG, что угодно. Просто дело в том, что для этого нужен нифиговый навык. Да. То есть, сразу с хода с порога ты не сможешь сделать онлайн игру. Какое-то время точно придётся провести. Но, просто, в принципе, осваиваешь движок. Понимаешь, в чём суть языка. И за пару месяцев ты уже будешь готов. Там дальше читаешь мануалы, читаешь инструкцию по этой библиотеке. А, разбираешь, конечно же, примеры других игр. Тогда ты сможешь уже, думаю, попытаться сделать какую-то прелиалу на онлайн игру. То есть, в принципе, всё реально. О, вот, теперь пули летят с разбросом. Просто шикарно. Ливень из пуль. Это выглядит всё достаточно просто. Ну да ладно. Как-то довольно явно, что ли, разлетаются. Смотри, Макс, ты нравится, как разлетаются пули? Сейчас посмотрим. Надеюсь, кто-то подождал. Понятно, как разлетаются. Надо, наверное, уменьшить вопрос. Смотреть видеоуроки и лазить по форумам. Видеоуроков, честно, я не пользовался видеоуроками. Самое эффективное, самое эффективное, это скачивать примеры. То есть, так вводишь там исходники, гаймекер. Есть отличный такой хеллрум форум. Там очень много материала. Вообще, хеллрум я советую для ознакомления. Это замечательный форум. Да, наши проблемы, которые сам не можешь решить, там помогут. Они, скорее всего, просто уже решены. Да. Если ты можешь что-то решить, то. Да, вот именно этим я занимаюсь. Хоть выгляжу я не совсем так, как в этом каубе. У меня нет очков. Сколько тебе лет? Вообще, 18. Я молодой, успешный, перспективный разработчик. Игорь. Все еще впереди. Ногой уже позади. С 18 лет вот сижу, делаю игры. С 8 лет делаю игры. Да, получается с 8 лет. Вот так вот. Занимаюсь этим очень давно, получается. Так, что ж. У меня, Макс, такой вот вопрос. Какой? Как координатору, что делать? Второй корабль делай. Второй корабль, или что делай? Управляйте им с клавиатуры. А ты забыл, не забыл, что у нас у второго корабля очень оригинальная механика боя? Что он уходит в инвиз там? Да против. А, да нет, конечно, не забыл. Делай, давай. Айд, который я упомянул, хелл рум. Я не понимаю, чем тебе не понравился гаймейкер? Ну вот, серьезно. Замечательный же движок. Я вроде привел много этих. Халл рум вел. Вводят холл. Мне не нужны ваши холлы. Это мне форум. Вот этот замечательный форум. Кстати, все. А, так я аж тогда еще не закончил. Самый эффективный вариант, это разбирать чужие исходники. Желательно прокомментированные. Разбираешь, пытаешься что-то перенести в свои проекты. То есть, такое, клепаешь франкенштейны из чужих игр. Я с этого, в общем, и начинал. Клепаешь эти франкенштейны, разбираешься, что к чему. Пытаешься что-то поменять, там, что-то добавить. И с этим приходит навык. Да, ну, короче, бывают ситуации, когда ты вроде все скопировал, все равно не так работает. Поэтому приходит теперь делать просто чужую игру. Да, или искать форум. Так, и потому что игры на нем не сделаешь в нормальном его понимании. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, Хотлайн Майами. Чем тебе не игра? Чем...